В России продолжают умирать, дохнуть российские генералы. О смерти 61-летнего генерала главы управления государственной экспертизы Минобороны России Магомеда Хандаева сообщили российские СМИ. Хандаев был в прямом подчинении замминистра обороны России Тимура Иванова, которого арестовали 24 апреля по обвинению в коррупции в особо крупных масштабах. Я думаю, все вы помните, какие там огромнейшие коррупционные схемы были озвучены. Там миллиарды, миллиарды, миллиарды рублей, а может это и в долларах исчисляется. Плюс такая семейная схема была с еще одним генералом, женщиной, замминистра обороны, что это, конечно, да, там любовная коррупционная связь. Этот Иванов отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии России, а также курировал вопросы строительства объектов социнфраструктуры. Возможно, это станет новым трендом в Российском Министерстве обороны, как и чистке неугодных. Он слишком много знал. Значит, конечно, замочили генерала, скоропостижно скончался, дали понюхать новичка или что-то еще. Замочили 100%, потому что сейчас все, кто связаны с делом Иванова, это же, смотри, давай так. Все российское Министерство обороны – это страшная коррупционная хрень, через которую перемалывались миллиарды, если не триллионы бюджетных рублей. Не случайно российская армия представляла собой, особенно в первое время, сброд оборванцев. Я же смотрю, у них даже сейчас выдают им бронежилеты внутри деревяшки. Ну, одевают солдат, я смотрю все видео из России, одевают солдат русской армии на свои деньги. Вот ему дают подъемные, давай семья пусть покупает тебе бундирование, то, то, то. То есть, чисто воровское государство, воровская схема в Минобороны, там проходили огромные бюджеты. И, конечно, этот генерал, дагестанец, который скоропостижно скончался, ну, замочили 100%. Еще будут мочить ряд генералов, которые связаны с Ивановым, чтобы вывести Иванова из-под удара, чтобы не было свидетелей. Это все очень просто. К хорошим новостям, сегодня ночью. Это тоже хорошая новость, на одного русского генерала меньше. Отличная новость. Да-да, мы продолжаем хорошие новости, конечно. К хорошим новостям, продолжая эту тему. Дроны ночью атаковали Белгородскую, Курдскую, Воронежскую, Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую, там по НПЗ прилетела область. Да. Чем хорошо иногда утром просыпаться, смотришь сводку, сразу я же сводки смотрю. Смотришь, как пылает на России хорошо, и настроение сразу с утра хорошее. Будет еще больше, ассортимент будет широчайший. Я просто обратила внимание, когда сегодня читала аркостанские телеграм-каналы, обратила внимание еще на одну новость. Такая, я не знаю, захочешь прокомментируешь просто. Приморский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на отказ в переводе шамана Александра Габышева психбольницы общего типа 15 июля в 12 часов. Ну, это такой у них шаман есть, правда, Руб, Александр Габышев, который все идет к Путину, его постоянно скручивают, в психбольницу везут. Это их внутренние вопросы. Я не знаю, что это за шаман. Но раз против Путина, значит, уже хороший шаман как бы. Видишь, боится Путин шаманов. Да, да. Еще новость из России. Театр Романа Виктюка в Москве теперь будет называться Театр Сценомельников, сообщил путинский, как ты его называешь, Халуй Богомолов. Ну, каким он фактически и является. Это месть талантливейшему украинцу, это я цитирую то, что ты в телеграм-канале написал у себя, который всегда был на стороне Украины и никогда не поддержал бы эту преступную войну. Муж Ксении Собчак, Исос Богомолов, которому за его сосню дали два театра, российские власти. Вот он художественный руководитель театра на Малой Бронной, который для меня лично связан с именем великого режиссера Эфроса. И сейчас он получил театр Романа Виктюка. Что этот нехороший человек сделал? Он убрал из репертуара театра спектакли Романа Григорьевича. Он заменил название театра, то есть это там какая-то сцена Мельников теперь вместо театра Романа Виктюка. Что я хочу сказать по этому поводу. Роман Григорьевич Виктюк, лёжа в гробу в своём фамильном склепе, в своём родном Львове на Лычаковском кладбище, посылает им большой привет. У Романа Григорьевича нет в России никого из родственников, поэтому не опасаясь подставить их, если бы они были. Я хочу сказать, что Роман Григорьевич всю свою жизнь ненавидел Россию. И всё российское, ненавидел, о чём часто нам с тобой говорил. Мы с ним дружили много-много лет, с 90-го, я тебе скажу, какого, с 95-го года. И встречались очень часто и за столом, и не за столом. И у нас, и где-то, и я несколько раз был на днях рождения Романа Григорьевича в Москве. Это был потрясающий человек, потрясающий, потрясающий режиссёр, потрясающий вообще... Это свет был, свет. Тут, я не знаю, даже у меня слов нет, как сказать. Он даже вёл праздники нашей газеты «Бульвар Гордона» неоднократно. Не, ну с ним связано очень много в моей жизни. Это солнцеизлучающий человек. А слушать его было одно удовольствие. Он ненавидел всё советское, всё российское. Я помню, как... Я никогда это не рассказывал. Это знает Валентина Степановна Руденко, помощник Виктора Андреевича Ющенко. Когда Виктор Андреевич стал президентом, Валентина Руденко, которая много лет знала Романа Григорьевича, она его привела к Ющенко. Но перед этим он говорит, ты мне покажи, где тут сидело это же здание на Банковой. А Валентина Степановна тоже знать надо. Она такая женщина-праздник, такое солнце, такая остроумная. В этом здании, где находится сейчас офис президента, раньше находилась ЦК Компартии Украины. Эта улица называлась улица Орджоникидзе. Мало кто это помнит. Кстати, во время Второй мировой войны там находилась тоже... Ну, где Гауляйтер сидел. То есть ничего не менялось. И Роман Григорьевич говорит, ты мне скажи, Валентине Степановне, а где тут кабинет Второго секретаря ЦК? Нашли кабинет, где сидел Второй секретарь ЦК, который его выгнал в свое время из Киева. Роман Григорьевич зашел в этот кабинет и обплевал там все углы. Плевал. Вот так он плевал всю жизнь на все советское, на Россию. Ненавидел их со времен своего львовского детства. Когда он мне рассказывал, как он учился в девятом классе, и заходили чекисты и выводили его одноклассников, кого на расстрел, кого в Сибирь везли. И он говорит, это он мне первый рассказал, ты знаешь, такую вещь, вот всегда надо, чтобы кого-то понять, надо оказаться на его месте. Вот он мне говорит, ты понимаешь, смотри, мы жили себе во Львове. У нас был классный город. 40% поляков, 30% украинцев, 30% евреев. Шикарный город, рояли чуть ли не в каждом, и пианино чуть ли не в каждом доме, квартире. Европа, торговый город, деньги, шикардос. Вдруг пришли эти мрази на танках с красными звёздами. За собой привели ещё НКВД. И у нас началась другая жизнь, говорит. Они у нас жизнь нашу украли, говорит. Нашу хорошую львовскую жизнь, они украли её. Сразу появился Ленин, Сталин, вся эта херня. Все эти коммунистические ячейки. НКВД сразу в тюрьму Нолонского потянуло тысячи людей. Расстреливали каждую ночь конвейером, беспощадно. За что люди жили в своём городе, своей жизнью? Уравниловка, серость. Ну, пришли, всё, всё пришло, всё пришло. А рожи, говорит, какие пришли страшные на этих танках. Рожи какие, говорит. Мы ж таких не знали, не видели. Поприезжали. Он когда-то, прости, я расскажу об этом. Он когда-то, 72-й год, 50-летие образования Советского Союза. Роман Григорьевич ставит в Амхате, главный театр Советского Союза, украденное счастье Ивана Франко. Значит, украденное счастье. Перед этим обсуждение, и Ангелина Иосифовна Степанова, народная артистка Советского Союза, вдова писателя Фадеева, секретарь порткома Амхата, говорит, Роман, это он мне рассказывал с акцентами, он очень любил русский акцент. Он говорит, русские. Короче, она говорит, Роман, скажите, пожалуйста, а что за чудная музыка звучит у вас хор? А он хор тогда, запрещенные песни, он нашел запрещенную музыку греко-католическую, еще нельзя было вообще. Он ей рассказал, это народная украинская музыка порабощенных украинцев царским режимом, как он мог. И она ему говорит, а вот автор, автор Франко, он еще жив? Он говорит, нет, Франко это в Испании диктатор, а это Франко. Он умер, значит, не дождавшись освобождения Галичины, когда солнце улыбнулось нам, и танки с красными звездами наконец освободили нас от угнетателей. Ей очень понравилось это все. Спектакль уже премьера назначена, Брежнева ждут, Политбюро все. И говорит Роман Григорьевич, я выхожу вниз, смотрю афишу. К 50-летию образования Советского Союза. Украденное счастье. Говорит, звоню внизу Ефремову, Олег Ефремов, главный режиссер МХАТа, звоню, говорю, спустись вниз. Спускается Ефремов, он ему говорит, читай. Ефремов прочитал, говорит, блядь, нас всех посадят. Вот это был Роман Григорьевич Виктюк, ненавидевший эту страну долбаную. Знаешь, что он мне еще рассказывал, он в Греции ставил спектакль, и греческие артисты говорят, Роман Григорьевич, а вот Советский Союз, что это за страна? Он говорит, дети, артистов, детьми назвал, ну что вам сказать? Говорит, ну, во Львове стоял памятник неизвестному солдату, когда мэр Львова Кульбеда распорядился, когда уже совок на ладан дышал, или уже закончился, я не помню, распорядился снять этот памятник, под ним вместо убитого красноармейца нашли труп немца в немецкой форме, фашиста, в немецкой форме. Он говорит, то есть туда водили детей принимать в пионеры, в комсомол, там свадьбы, все туда приходили, и я туда приходил поклонялся неизвестному солдату, там лежал фашист. Вот это дети, наша страна с перевернутой, вообще сбившейся навеки программой. Понимаешь? Ну вот, не будет театра Романа Виктюка в Москве. Да и хер с ним. Роман Виктюк в наших сердцах. Мне, правда, очень интересно, как отреагировали на эту новость любимые ученики Романа Григорьевича. Дима Бозин, прекрасный артист, Сергей Маковецкий, выдающийся артист, выдающийся артист, родившийся в Киеве, закончивший в Дарнице среднюю школу, свободно говорящий по-украински, которого Роман Григорьевич очень любил и считал его тоже выдающимся артистом. Он мне всегда говорил, Маковецкий, это Маковка, он его называл. Вот интересно, Сергей, что вы об этом думаете? Обращаюсь я к Сергею Маковецкому. Мне очень интересно, что думают об этом Константин Аркадьевич Райкин, игравший у Романа Виктюка. Мне интересно, что думает об этом Николай Добрынин, прекрасный артист, долго игравший у Виктюка. Мне очень интересно, что думает об этом Алиса Бруновна Фрейдлих, которая очень дружит с Путиным, одна из любимых актрис Романа Виктюка. Слава Богу, что не видит этого Елена Образцова, Ольга Аросева. Мне интересно, что об этом думает Людмила Максакова, которую Виктюк очень любил и которая играла в ряде его спектаклей. Мне очень интересно, что думает об этом Ефим Шифрин. Фима, вот что вы об этом думаете? Роман Григорьевич вас обожал, считал одним из лучших своих учеников. Фима Шифрин блестящий актёр и театральный, и сатирический актёр блестящий. У него очень хороший Фейсбук. Фима очень много рассказывал мне о своих родителях, которые прошли весь ужас сталинских лагерей. И Фима же появился на свет в Сусумане Магаданской области, потому что родители остались жить там после освобождения отца. Отец его в лагерях был, мать приехала к нему. И Фима через всю жизнь пронёс отвращение к НКВД, к советской системе. Мне интересно, он понимает, что та система сегодня построена в России снова. Я не понимаю, почему он в своём Фейсбуке постит фотографии и видео из спортзалов, из мест, где он бывает. Неужели он не понимает, а он очень честный, мне кажется, человек, Фима, я его много лет знаю, неужели он не понимает, что во время страшной, несправедливой, варварской, средневековой, отвратительной агрессии России против Украины, лучше вообще не вести Фейсбук. Вообще не вести. Вспомнил Фиму, вспоминаю сразу Клару Борисовну Новикову. Вот интересно, Клара, обращаясь к Кларе, вырождённая в Киеве, выросшая на улице Красноармейской, ныне Большой Васильковской, вы, чьи родители лежат на кладбище в Киеве, как вы относитесь к тому, что русские ракеты целенаправленно летят в Ахмадет, в крупнейшую детскую больницу Украины? Вы же хорошо знаете, что такое Ахмадет? Я не говорю об отбитых Любе Успенской киевлянке и Лолите киевлянке, я о них не говорю, там уже даже если скрести отчаянно человеческого уже не найдешь. Но мне интересно, что думает об этом хорошая киевская девочка Таня Авсиенко. Мне интересно, да нет, не интересно, больше мне ничего не интересно. Сейчас сказал все, ничего мне уже не интересно. Дима, я тебе скажу, ты знаешь, чтобы им всем вышеперечисленным тобой людям высказаться и по поводу Виктюка, и по поводу войны, которую Россия развязала против Украины. Нужно, чтобы язык был свободным, а их язык очень занят, он глубоко в жопе Путина, давно и глубоко, и они не хотят, они боятся его оттуда вытаскивать. И вот в этом позорном положении эти люди встречают сегодня свою старость, полностью испортив себе некролог, и перечеркнув все, что ты до этого перечислил, называя их там талантливыми, очень способными, и так далее, и так далее. Не хочу сейчас расстроиться, слушай, а вспоминая Виктюка, вот о хорошем, ты помнишь, сколько вообще афоризмов он всегда рождал? У него были всегда такие оценки и такие слова, он даже так ругался всегда классно, что это вызывало у всех окружающих восторг. Вот, например, его фирменное, помнишь, когда он кому-то злился, или там он говорил фу, вонючка. Скажи, Патюк, как ты считаешь, он бы Путина сейчас так же назвал или как-то еще по-другому его назвал? Олеся, опять-таки, поскольку у Романа Григорьевича нет, я сейчас тоже расскажу то, чего никогда не рассказывал. Нет родных в России, никто не может пострадать. Когда началась аннексия Крыма, он мне позвонил и сказал, я хочу высказаться, я хочу высказаться, я хочу сказать о них все, что я думаю. Ну, тогда еще так зажато, все там не было. И он у нас на сайте высказался, если ты помнишь, где назвал все своими именами. Все своими именами. И Комсомольская Правда, помню, вышла и говорит, что это такое, Виктюк на сайте Гордон, такое говорит о России. Понимаешь, понимаешь, великий человек был, величайший. про язык в России, про язык в жопе Путина, то, что ты сказала. Но Алла Борисовна Пугачева. Вот я хочу тебе сказать, друзья, процитирую, по поводу тех, кто не молчит, и сохраняет, и показывает свое достоинство, и живет по совести. Вот Алла Пугачева написала пост про жуткий российский удар по Ахмадету, окартинила она это фотографией с окровавленными детками украинскими. Она написала «Бог терпелив», терпелив, все взяла капслоком, но всему есть предел, и предел тоже капслоком. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Алла Борисовна? Скажи, что такое капслок, потому что многие не понимают. Большими буквами. Все, все большими буквами. Как ты считаешь, она прокляла? Да, я думаю, давно уже. Но я не могу говорить за Аллу Борисовну. Алла Борисовна это человек, который видел таких Путиных много на своем веку. Вспоминая ее прекрасную песню «Уж сколько их упало в эту бездну». Алла Борисовна Брежнева еще помнит, что ей Путин. Она все понимает, она умная. И много лет делает выводы разные. Но я не хочу за нее говорить. Это будет неэтично и неправильно. Я ее очень люблю. Вот это я могу сказать точно.